Брестский горосполком объединил учреждения дополнительного образования города и области, чтобы провести масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню Народного Единства. Мероприятие позволило родителям и детям получить подробную информацию о возможностях дополнительного образования и определиться с выбором направлений для развития творческих способностей. Сегодня они здесь могут познакомиться с широким кругом деятельности наших учреждений дополнительного образования, познакомиться, какие секции работают в учебно-спортивных учреждениях, какие объединения по интересам, кружки работают в наших учреждениях дополнительного образования. Хочу отметить, что всего в городе дополнительного образования, как на базе учебно-спортивных учреждений дополнительного образования детей и молодежи, в школах охвачено около 45 тысяч учащихся. То есть это практически 99%. Детям интересно чему-то научиться, что-то приобрести, какой-то новый опыт для своей жизни. И у них это получается. Мы уже третий год к ряду проводим такое мероприятие. После небольшого перерыва, который был во время ковида, опыт удачный, много посетителей и много интереса со стороны детей. Одним из участников масштабного события стал городской центр дополнительного образования детей и молодежи, педагоги которого смогли полномасштабно раскрыть все виды и направления деятельности. Сегодня все наши спортивные школы, учреждения культуры, центры дополнительного образования демонстрируют и показывают свою работу, показывают, чего они достигли, что мы можем предложить нашим детям в этом учебном году, чем заняться. Сегодня будет настоящий праздник детства. Придут все школы города Бреста, посмотрят на артистов, поучаствуют в мастер-классах, викторинах, будут тянуть канаты, будут участвовать в различных играх. Сегодня будет праздник. Воспитанники учреждения активно и с удовольствием демонстрировали свои таланты и делились впечатлениями. Мы сегодня будем показывать, насколько я понимаю, то, как круто заниматься танцами именно в нашем коллективе, будем зазывать всех к нам. Наш коллектив очень дружный, веселый, мы всегда на позитиве и всегда рады везде поучаствовать. Танцевальные коллективы городского центра дополнительного образования детей и молодежи состоят из ребят разновозрастной категории. Многие воспитанники так и не смогли расстаться с учреждением и продолжают творческую деятельность. Сегодня непосредственное участие в организации концертной программы осуществляет наш отдел. Вам, вашему вниманию, песни, танцы, наши лучшие коллективы, наши самые ответственные и самые заинтересованные дети и их родители. Образцовый ансамбль «Променчик» приглашает всех желающих любого возраста, примем всех. Наш коллектив сплочает сердца многих детей, очень сложно расставаться с ним, поэтому мы решили продолжить свою небольшую карьеру вместе с «Променчиком», вместе с «СВРом» и радовать нас и всех вас, зрителей, также нашими танцами. Значительное количество горожан посетило мероприятие, но каждый смог найти для себя увлечение по интересам. Для любителей здорового образа жизни учебно-спортивные учреждения продемонстрировали часть тренировок по боевому искусству. Одно из самых прекрасных мероприятий в городе Бресте в начале учебного года – это, естественно, День открытых дверей, который проходит у нас в парке. И на этом мероприятии присутствует специализированная детская спортивная школа Олимпийского резерва Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Одно из самых серьезных обществ в нашей стране – здесь присутствуют отделения карате, тайквондо, дзюдо, художественной гимнастики и, конечно же, стрельба пулевая. Детей мы готовим в дальнейшем для службы в различных правоохранительных органах, ну и, естественно, служба в армии и так далее. Брестская дешор профсоюзов по видам борьбы культивирует четыре вида спорта – борьба вольная, борьба греко-римская, тайквондо и дзюдо. Многие наши спортсмены нашей школы добились очень хороших результатов, участвовали и участвуют в чемпионатах мира, в чемпионатах Европы, защищая честь Республики Беларусь. Атмосфера в парке культуры и отдыха царила по-настоящему радостная и вдохновляющая. Молодое поколение талантливых мечтателей приоткрыло для себя дверь в школу дополнительного образования, где и начинается путь в увлекательный мир самопознания, спорта и творчества. Атмосфера в парке культуры и отдыха царила по-настоящему радостной. Продолжение следует...